Губернатор Свердловской области Евгений Кувершев провел личный прием жителей региона в приемной президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. На встрече побывали 4 свердловчанина, которые подняли вопросы, связанные с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечением жильем инвалидов, газификацией территорий. Отметим, за 10 месяцев текущего года в Свердловской области получили возможность улучшить жилищные условия 206 инвалидов. На реализацию соответствующей программы в 2014 году уже направлено более 75 миллионов рублей из федерального бюджета и 86 миллионов из областного. В Екатеринбурге почти 2000 человек нуждаются в улучшении жилищных условий. В Уральской столице с начала года обеспечено жильем 53 инвалида, из них 39 человек заключили договоры социального найма. На 14 очередников вышли приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области об адресном распределении жилых помещений, но договоры соцнайма пока не заключены. 46 квартир находятся в стадии строительства, а 99 в стадии регистрации права собственности и передачи гражданам. Всего за 10 месяцев этого года в адрес губернатора и правительства Свердловской области поступило 18 тысяч обращений граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост был незначительным, около 3%. Чаще всего свердловчане обращаются с вопросами, касающимися обеспечением жильем. В общей структуре они занимают первое место. На втором – проблемы жилищно-коммунального комплекса Свердловской области. Также жители Среднего Урала обращаются к главе региона с вопросами социальной защиты. Остальные обращения связаны с работой сфер здравоохранения, образования, сельского хозяйства, промышленности и другими. Возможно, подобных обращений было бы меньше, если бы главы муниципалитетов и руководители соответствующих служб и комитетов на местах обращали бы большее внимание на личную работу с уральцами. В Артеонском городском округе отмечают положительную тенденцию в работе с социальными службами. Общественный совет по энергетике рассматривает каждое поступившее заявление или жалобу индивидуально. К сожалению, не всегда и далеко не во всем такая работа проводится систематически. Сами граждане даже при обращении в прокуратуру не могут правильно сформулировать и оформить свой запрос. Несомненно, необходимо наладить четкую индивидуальную работу с населением Артемовского городского округа как по приему жалоб и запросов, так и по информированию населения о тонкостях решения поднимаемых вопросов.